Соседание экономического совета СНГ и международный форум в Москве. В этом году Казахстан председательствует в Содружестве, а в российскую столицу съехались вице-премьеры, руководители исполкома Содружества, представители профильных министерств и экономических судов. Среди главных тем все, что касается бизнеса, транспортные коридоры, валютно-финансовая интеграция, условия для бизнеса в СНГ и Евразийском экономическом союзе. О перспективах наших предпринимателей на просторах Содружества и внутреннем рынке, персональный интерес с Магомедом Аслахановым и героем программы «Красивая и умная деловая» Леди Лизат Даутовой. Здравствуйте, Лизат. Здравствуйте. Позже к нашему разговору присоединится организатор международного форума, директор делов Центра экономического развития СНГ Владимир Савченко. Он выйдет на связь с нашей студией из Москвы. А пока несколько слов о вас. Коренная Алматинка окончила медицинский институт и работала по специальности врач-терапевт. В 2008 году началась деловая жизнь в компании International School of Home Staff по подготовке и подбору домашнего персонала. В 2013 году фирма занялась производством. Теперь Лизат руководит строительной компанией LGS Engineering and Construction, изучает корпоративные финансы в институте Мадрида и воспитывает двоих детей. Лизат, в период кризиса 2008 год, спустя 5 лет, в 2008 вы запускаетесь, спустя 5 лет кардинально меняете сферу деятельности. Не каждый бизнесмен, мужчина решится на такие шаги. Вы точно знаете, что требуется на рынке или вы рисковали? Во-первых, я всегда предоставляю те услуги, те продукты, которые бы я сама пользовалась. И я встала перед такой проблемой. Мне нужно было построить тоже объект, и я поняла, что те предложения традиционные, которые есть на рынке по строительству, меня не устраивали. Во-первых, по цене, по скорости, а также очень много было моментов, где можно было потерять деньги. То есть контролировать процесс очень было сложно. Поэтому я пришла к решению, что я хочу внедрить что-то новое, и я начала интересоваться этим. И поняла, что уже на рынке Казахстана есть компании, которые занимаются ЛСТК. Также в России этот рынок занимает более 30%, и эта тенденция растет. Ну, судя по вашей стратегии в бизнесе, вы не можете упустить такую возможность, как Евразийский экономический союз, который открывает новые пути для бизнеса, расширения компании. Будете ли вы пользоваться этими? Мы уже пользуемся. Почему? Потому что, во-первых, в связи с последними событиями, мы всегда держим руку на пульсе, сколько стоят наши основные расходные материалы. В данном случае это оцинкованный профиль. И к нам поступили заявки от российских металлургических заводов, которые нам предложили очень хорошие цены в связи с девальвацией рубля. И так как у нас нет таможенной, у нас единая таможенная зона, этот процесс очень нам подошел. И я хочу сказать, что это влияет уже в положительную сторону на цену для наших покупателей в том числе. У перспективы бизнеса в СНГ ЯЭС обсуждают в Москве. Как раз от нашей делегации гости ждут интересного выступления. Возглавляет ее первый заместитель премьер-министра Казахстана, председатель экономического совета СНГ Бахаджан Сагентаев. И еще прямо сейчас директор делового центра экономического развития СНГ Владимир Савченко на связи с нашей студией из Москвы. И готов рассказать, что он считает наиболее важным в этой встрече и о казахстанском бизнесе в частности. Что необходимо бизнесу и как экономические советы министерства и ведомства будут решать эти вопросы. Тематика актуальна. Это прежде всего транспортные коридоры, где в транспортной инфраструктуре Казахстан сделал величайший шаг вперед. Товары могут двигаться по шелковому пути, шелковый путь. Китай, Казахстан, страны СНГ имеется в виду Россия, Белоруссия, Европа. Этой программой заинтересованы логисты всего мира. И на форуме будут присутствовать представители многих европейских стран и азиатских стран. Далее вопрос сотрудничества денежно-валютного, который всегда остро стоит. Поэтому на форуме у нас сегодня более десяти иностранных стран. Все страны СНГ. На форуме сегодня у нас большая делегация Евразийской экономической комиссии. Во главе с министрами. И я полагаю, что состоится открытый диалог для решения проблем. Бизнес их выскажет. Министры должны записать. И дальнейшим образом пойдет соответствующая проработка этих вопросов. Для снятия барьеров, для снятия вот этих претензий у предпринимателей. Когда товар движется, работа идет, вдруг возникает ведомство и говорит, а у вас вот то-то, то-то не так. Мы вводим некое свое ограничение. Что делать малому и среднему бизнесу? Это была единственная его работа. Значит, он должен поменять или работу, или поменять направление деятельности. Вот в Казахстане для этого создана национальная палата предпринимателей. Есть законодательство, которое дало право предпринимателям Казахстана высказывать свое мнение и иметь законодательную инициативу. Этого нет у целого ряда стран. Спасибо. Спасибо. Владимир. Лизат, что вы думаете о рынке СНГ в строительной сфере? Как вы его рассматриваете? Насколько он большие возможности открывает для нашего бизнеса строительного, если у нас интерес туда идти? Имеется в виду сам Евразийский союз? Евразийский союз и страны СНГ также для строительного сектора. Вообще сам по себе строительный бизнес считается одним из самых рентабельных. Есть, конечно, свои периоды взлета и падений, но всегда это рынок, который ориентирован на внутреннего потребителя. То есть в любой стране, в частности в наших странах, идет положительный прирост. Поэтому всегда требуется и имеется дефицит жилых площадей. И бизнес, который ориентирован именно на это, он всегда будет в плюсе. Я хочу сказать то, что есть будущее у этого бизнеса и направление однозначно. И то, что происходит в Евразийском союзе, идет нам на пользу. Потому что у нас есть также заказчики из Киргизстана и Узбекистан. Вот мы вчера только были на первой строительной выставке в Чумкенте, Южно-Казахстанской. Там тоже к нам подходили заинтересованные люди из Узбекистана, которые хотели бы с нами сотрудничать. И допустим, но это не Евразийский союз, естественно, а имеется в виду Россия. Сейчас тоже у нас есть конкуренты, которые активно работают вместе с Новосибирском. То есть я думаю, что это очень даже положительно сказывается на нашей работе. У нас конкуренция сильная на строительном рынке внутри? А вообще внутри очень сильная конкуренция. Но в частности ЛСТК это считается новый вид строительства, поэтому это голубой океан. То есть если брать обычный рынок, где очень сильная конкуренция, где все акулы бизнеса друг друга съедают за клиента, и все покрыто красной кровью, это называется красный океан, красный рынок, Red Ocean. А у нас, допустим, он голубой. Почему? Потому что у нас не такая жесткая конкуренция, и мы создали новые ниши в самом рынке. То есть мы создали новый рынок. То есть у нас наши клиенты, это те клиенты, которые экономят свои деньги, которые хотят хороший продукт и за быстрое время. Это, наверное, есть ваша стратегия, ваша бизнес-стратегия, которая позволяет вам в условиях конкуренции держать свою линию и на этом поднимать компанию? Да, у нас наша бизнес-модель, она, во-первых, вы правильно сказали, она основана на этом, то, что мы предлагаем альтернативный метод строительства. И второе, у нас мы ориентированы на клиентов, которые среднего класса и ниже среднего уровня дохода, достатка. Те люди, которые не могут себе позволить купить квартиры за бешеные деньги, мы предлагаем альтернативу построить у нас дом. Мы принимаем заказы от 30 квадратных метров. Для нас каждый покупатель, это особый покупатель. Мы предлагаем программу финансирования через банки, беззалоговые кредиты. В частности, Альфа-банк нас кредитует, есть рассрочка. То есть тот же самый наш клиент, он может взять через нас дом на участке за 300 долларов в квадратный метр. Мы можем посмотреть, женщин в бизнесе становится все больше, которые придумывают свои уникальные модели развития компании. И мы можем посмотреть результаты исследования редакции американского Forbes среди самых перспективных предпринимателей и общественных деятелей моложе 30 лет. Всего в рейтинге этого года было 600 человек, среди них около 40% женщин. Насколько активны казахстанские женщины и лизат? И что вы думаете, программа господдержки, например, одна из них была проведена уже, инициирована главой государства. Насколько нуждаются бизнес-леди в поддержке государственной? Во-первых, я хочу сказать, что разделение по полу, по гендерным различиям, это такой устаревший момент, на самом деле. То есть весь мир пришел к тому, что то, какого ты пола, это не имеет вообще никакого значения. Допустим, женщине намного проще строить бизнес, я так считаю, потому что мы люди разнонаправленные. Допустим, мы можем совмещать несколько видов ипостаси. То есть я, допустим, мама, я, допустим, хозяйка дома, я, допустим, дочь, и в то же время я руководитель компании, и мне это проще в силу, я думаю, того, что ответственности, которые возлагаются на девочку с самого раннего возраста, поэтому я считаю, что мы более стрессоустойчивые, более живучие, поэтому и мы лучше понимаем людей. В управлении любой компанией, независимо от размера, имеет значение, насколько у тебя высокий эмоциональный интеллект, насколько ты понимаешь людей, насколько ты можешь правильно мотивировать людей, насколько ты можешь когда-то их подстегнуть, когда-то, наоборот, ослабить, имеется в виду, я так просто говорю, это метафорично. А по поводу госпрограмм, я хотела сказать, мы сами, моя компания одна из первых участников дому, программы дому, именно в Алма-Ате мы первые клиенты, которые получили транш рефинансирование. Я хочу сказать, что это на самом деле очень большая помощь нам, потому что у нас снизилась процентная ставка на 10%, что это очень играет большую реальную роль для нас и уменьшает наши расходы. Я хочу сказать, что на самом деле идет активная работа по поддержке малого и среднего бизнеса. Лиза, программа Нурлжо открывает большие перспективы для строительного сектора, в частности, есть и другие направления огромные в этой программе, но что касается строительного сектора, будут большие объемы в ближайшее время. Насколько наша отрасль строительная готова выполнять такие большие заказы, задачи? На сегодняшний день у нас Казахстан имеет 23-25 миллионов дефицита жилья квадратных метров. В год сейчас примерно 6 миллионов квадратных метров выпускаются, вернее, создаются, и идет тенденция роста, что будет потребность 10 миллионов. 300 тысяч людей стоят в очередях. Я думаю, что эта программа действительно имеет место правильное, хороша ложка к обеду. То есть именно сейчас, когда у нас поднимается обратно демография, и это очень важно, когда такая программа... И инновационное развитие тоже одно из направлений, которому всегда призывает глава государства развивать. В Казахстане как раз вы тоже работаете в этом направлении. В чем ваши технологии заключаются, что они дают для жилищного сектора? Ну, мы, во-первых... В частности, что будет интересно всем. Да, мы используем такие технологии, называется ЛСТК, легкостальные тонкостенные конструкции. То есть это такая технология, мы используем оцинкованный профиль в качестве несущей каркасной системы, которая обшивается двумя методами сухой стройкой и влажной. То есть есть мокрые процессы, есть сухие процессы. С самого начала учитываются полностью все нагрузки, в зависимости от региона, заданной местоположения и дизайна. Учитываются все динамические нагрузки, то есть учитывается сейсмоустойчивость. То есть это та методика, которая позволяет просчитать наиболее правильно в программе компьютерной все нагрузки, дать правильный проект. И она позволяет сэкономить время, потому что у нас есть возможность выпускать большие объемы. И люди, те, которые используют традиционные методы строительства, они знают, что это, во-первых, очень много требует людей. То есть нужна очень большая команда для того, чтобы собрать эти кирпичи, залить этот бетон, допустим, либо поставить эти арматуры. Это все занимает время и деньги. Во-вторых, у нас есть такая возможность, мы можем даже людям предоставить, допустим, их проект дома, выпустить им каркас. Они могут сами его даже собрать. То есть есть специальная схема сборки. То есть там могут 3-4 человека взять, собрать свой дом и его дальше обшить. То есть там нет такой большой проблемы для того, чтобы построить себе дом. У нас, я, например, не смогу кухонную мебель установить. Вы консультантов направляете, которые смогут помочь?